Я напоминаю, что то, что мы рассматривали до этого, называлось закон ОМА для участка цепи. Участок цепи, потому что на этом участке цепи нет батарейки. Теперь, что делать, если батарейка есть? Тогда, так называемый, используется закон ОМА для полной цепи. Для того, чтобы понимать, что такое закон ОМА для полной цепи, аккуратней. Рассматривается следующее, требуется для начала рассмотреть следующее. Вот же у нас есть батарейка. Будем интересовать красный, разнообразный, рыжий, розовый. У батарейки есть плюс, у батарейки есть минус. Для того, чтобы здесь постоянно поддерживался плюс, а здесь постоянно поддерживался минус, требуется, чтобы, причем я отмечу, что эти электроны, когда ползут по проводу, они же рано или поздно доползают до плюсов сюда. И получается, что у меня здесь был избыток, здесь был недостаток электронов, а здесь, наоборот, было слишком много электронов. Постепенно, когда они доползают до этого конца батарейки, у меня, по идее, плюс должен уменьшаться. Почему? Потому что здесь, например, не хватало 10 электронов. Доползут до первого электронов, стало не хватать 9 электронов, плюс уменьшится. Доползут второй электронов, стало не хватать 8 и так далее. Ну, просто у тебя получается, так называемый, процесс рекомбинации. То есть, у тебя раньше здесь не хватало электронов, но они же ползут по проводу постепенно, теперь их хватает. Получается, батарейка должна каким-то образом отдирать отсюда электроны опять и пересаживать их на этот полюс. Просто иначе они все доползут рано или поздно. Для того, чтобы оценивать эту работу, работу по разделению заряда, то есть, по отрыванию электронов от нейтральных атомов и засовыванию электронов в одну сторону, скажем, на минус полюс, и засовыванию плюсов на другой полюс. Вот эта работа называется работа сторонних сил. Почему сторонних? Потому что они посторонние по отношению к силам, которые тянут электроны по проводам. Это какие-то химические силы, которые разделяют заряды. Вот эта работа обозначается не напряжением, напряжение это работа по перемещению заряда полем. Это поле таскает заряды по проводу, то есть напряжение. А обозначается ЭДС, буква Е. ЭДС, на самом деле, это та работа, которую тратят сторонние силы по разделению заряда на один и другой кусок. То есть, другими словами, в реальности, когда мы покупаем батарейку, на ней написано не напряжение батарейки, а на ней написано ЭДС. То есть, сколько работ она тратит, потому что бы распихнуть в одну сторону заряда и в другую сторону заряда. Полтора вольта, это, скажем, основная ДС батарейки. Теперь, внутри батарейки, если мы на нее заглянем очень-очень пристально, мы обнаружим, что на самом деле эти сторонние силы, они сами еще имеют некоторое сопротивление. Ну почему? Потому что на основной батарейке не идеально, когда топ по ней протекает, сейчас даже не так, я неправильно говорю. Топ по ней не протекает, но она сама по себе имеет некоторое сопротивление. То есть, она препятствует протеканию, как минимум, по ней тока. Вот это внутреннее сопротивление батарейки называется R малое, и оно является внутренним сопротивлением. То есть, ток, который содержится внутри батарейки. Сейчас говорю, если мы картинку рассмотрим со стороны, то вот это у нас снаружи батарейка. Это сопротивление оттуда никак не выкинуть. У нас батарейка, вот у нее, скажем, плюс, плюс, вот это у нее минус. Вот у нее дал провод торчит. То, что мы подключаем к ней снаружи, потребитель называется внешним сопротивлением. По отношению к внутреннему сопротивлению. Как выглядит формула, напоминаю закон ОМА для участка цепи, это сила тока напряжения на сопротивление, а сила тока в цепи, в общей цепи, то есть для не участка цепи, а для общей цепи, рассчитывается так. ЭДС поделить на внешнее сопротивление плюс внутреннее сопротивление. То есть у нас поменялось вот это на вот это, а вот это поменялось на вот это. Вот это называется закон ОМА для общей цепи, то есть для всей цепи. Эту формулу тоже нужно знать наравне со всеми остальными формулами. Я тогда прикидываю, какие формулы нужно знать, я предлагаю записать их на последнем слайде, пусть будет этот слайд. Пусть этот слайд станет последним пока что. Значит, итак, сила тока. Вау. Что, не рисовать плюсом? Нет, я так понимаю, что он миллион раз приблизил, и мы наблюдаем с тобой пиксели. Да. Он приблизился у нас всего в 25 тысяч раз. Так, вот, вернулись в исходное состояние. Значит, итак, сила. Тут теперь у нас рамочка спал. Ох, калибровали, да, почти? Ну и ладно, как-то похоже, похоже. Итак, сила тока. Рассчитывается по формуле Q поделить на T. Альтернативная форма, которую я не рассматривал, но пусть будет. Сила тока это скорость дрейфа или средняя скорость движения электронов зараженных частиц. Болит, встань, да уйди. И так, первая формула вот эта, мы ее записали. Вторая формула. Сила тока будет равна скорость дрейфа электронов, то есть скорость упорядоченного движения, умножить на концентрацию электронов, то есть сколько их на единице правильника, умножить на, я напишу вот так, заряд одного носителя заряда. Это может быть электрон, но мы будем проходить полупроводники, в них не электроны переносят заряды. Поэтому вот это заряд одного, какого там, не знаю, вот того, что переносит заряд. В металлах это электроны, в растворах, предположим, электролит, то есть в жидкостях это там ионы, куски там соли, предположим, в некоторых других веществах другие вещества, дырки, скажем. Вот это заряд одного. Умножить на сечение проводника, то есть насколько толстый проводник. Так, третья форма. Сопротивление это ρ на l на s, здесь я все объяснял, надо просто посмотреть видео соответствующее. 4. i равно u на r, 5. i равно eds r плюс r, разницу только что объяснял. шестое. Это последовательное и параллельное подключение. Там масса формул, мне не хочется сейчас все писать. Там, ну, например, i равно i1 равно i2 для последовательного подключения. u равно u1 плюс u2, r равно r1 плюс r2. Для параллельного подключения. i равно i1 плюс i2, u равно u1 равно u2, r равно r1 на r2, r1 плюс r2. Наверное, это все формулы, которые нам, в принципе, могут понадобиться вот так, сходу. Сиди нормально, пожалуйста. Сиди, что ты выручил сидеть? Сообщите мне, когда мы будем готовы.